Новое правило распространяется на все категории плательщиков. Юрлица, индивидуальные предприниматели и физические лица. Заплатить господственную за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении организации могут через банки, а физлица как в любом отделении банка, так и в организациях связи. Государственная пошлина уплачивается до прохождения техосмотра. Платежный документ об уплате этой пошлины, он должен оформляться на каждое транспортное средство в отдельности. И что важно, платежный документ обязательно должен иметь такие реквизиты, как полное наименование платежа, то есть то, что это госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, и обязательно в платежном документе указывается марка и регистрационный номер автомобиля. У процедуры есть свои нюансы. Владельцам авто, которым положено проходить техосмотр раз в два года, необходимо уплатить госпошлину по двойной ставке. При этом обращаться надо по месту проведения техосмотра, либо по месту постановки на учет налогового органа и организации. В других случаях новый налог уплачивается в однократном размере. Плательщику, уплатившему государственную пошлину, может быть произведен возврат, либо зачет полностью, либо частично уплаченной государственной пошлины. Но это может быть произведено только в нескольких случаях. Во-первых, если госпошлина уплачена в большем размере, чем должна была быть, либо если госпошлина излишне уплачена, то есть в принципе не должна была быть уплачена. Если госпошлина уплачена, но плательщик отказался от прохождения технического осмотра еще до обращения в унитарное предприятие Белтехосмотр. Ну и еще вариант, это если госпошлина уплачена, но плательщику в последующем отказано в выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Во всех остальных случаях, в том числе и в случае, если происходит смена собственника автомобиля еще до того периода, когда заканчивается срок действия уже пройденного техосмотра, возврат, либо зачет уплаченной госпошлины не производится. Если есть основания для возврата уплаченной госпошлины, физлица могут обратиться в налоговый орган по месту жительства, а организации, либо ИП, в налоговую инспекцию по месту постановки на учет. Здесь важно знать, что заявление о возврате излишнеуплаченной госпошлины может быть представлено не позднее трех лет со дня ее уплаты.